Детское радио представляет сериал Новые приключения Веснушки и Кипитоши Веснушка, сними трубку, кто-то звонит Да так настойчиво Алло? О, Васенька, котелок ты наш дорогой Привет! Как твои дела? Почему плохо? Да что ты говоришь? Не может быть! Ну не расстраивайся сильно Мы что-нибудь придумаем До встречи Что случилось? На тебе лица нет Что стряслось-то, говори? Кипитошечка случилась ужасная Но только ты не переживай сильно Твоя бабушка медная кастрюля потеряла память Никто не знает, что произошло Вечером она, как всегда, стояла на полке А утром очнулась на полу И не может вспомнить, кто она Медная кастрюля? Да у нее память длиннее экватора Она никогда ничего не забывает Котелок Вася сказал, что она никого не узнает И даже его не узнала Представляешь? Но хуже всего то, что она забыла Как варить варенье А сезон-то уже на носу На нее все рассчитывают Ведь все знают, что в медной посуде Варенье получается самое вкусное Это правда Моя старушка знает уникальные рецепты варенья Она может сварить нектар даже без сахара Ой, а компоты у нее какие Вкуснотища Да-да, я знаю Но теперь она ничего не помнит Ни сколько сахара в какую ягоду класть Ни сколько какому варенью кипеть Никогда пенки снимать Ни одного рецепта Тогда это беда Кому нужна кастрюля, которая забыла О своем главном предназначении Моя бабушка и так уж не юная особа Но всегда держалась молодцом В благодарность за вкусное варенье О ней хорошо и заботились А что будет теперь? Я даже подумать боюсь Когда у нас на даче корыто прохудилось Так папа отвез его на свалку А оно нам долго служило Я помню его совсем маленькой В нем воду для полива держали Ой, Веснушка, не говори при мне такое Я не верю, что с бабушкой случилось что-то непоправимое Нам нужно спешить и разбираться совсем на месте Ну-ка прибавь огоньку Вот так Хватайся за ручку, я закипаю Самое время говорить наше волшебное заклинание Гори огонь, кипи вода Неси скорее нас туда Ну вот, мы и на месте В деревне Теперь нужно медную кастрюлю разыскать Я думаю, что как только она увидит тебя Родного внука То к ней сразу вернется память Ох, Веснушка, только на это и надеюсь Ведь она меня так любит Так любит, что не может не вспомнить Ну, пошли в дом Бабуля Бабулечка моя дорогая Ну, здравствуй Это я Как ты тут поживаешь? Кто тут? Здравствуй, чайничек Проходи И девочку пригласи Присаживайтесь, гостями будете Ну, рассказывайте, откуда пожаловали? Бабушка Медная кастрюля Так ведь это я Кипитоша Твой любимый внук Ты что, меня не узнала? Давненько мы не виделись Хотя я вроде бы и не настолько изменился Внук? Кипитоша? Нет, мальчик Ты верно ошибся У меня нет внуков На, приходил тут один Васи Назывался Котелок Тоже все твердил, что он мой родственник Ну, только не родственник он мне У меня вообще нет родственников Я старая женщина Одна доживаю свой век Бабушка, медная кастрюля Вы, наверное, просто забыли Переволновались и забыли Такое бывает Но вы все вспомните Мы вам поможем Будем рассказывать о наших общих впечатлениях И память вернется Ну вот, например Прошлым летом мы с Кипитошей Собирали в лесу землянику и чернику А вы варили варенье И вы в него травок каких-то набросали И получилось оно сказочно вкусное Мы еще соседей угощали Ну, вспоминайте Да нет, не со мной это было Я и варенье-то варить не умею Это сложно очень Вот супчик разве что картофельный Или уху Это запросто Да ты что, бабуля Ты же у нас ас по варенью Ой, видно, плохо дело Что ж с тобой случилось-то, а? Кипитоша, давай звонить ученому коту Он все знает Может, посоветует что? Котик, здравствуй Это я, Веснушка У нас срочное дело Бабушка медная кастрюля Память потеряла И Кипитошу забыла И как варенье варить забыла Помоги нам, пожалуйста Что? Хорошо известный науке случай? Что надо сделать? Ага И это поможет? Ой, спасибо тебе большое Ученый кот Кипитоша Ну, что, что, Веснушка, что? Что посоветовал ученый кот? Это наверняка чрезвычайно сложно Мы сумеем справиться Да ничего сложного Котофей говорит, что случаи потери памяти Бывают отпадения с большой высоты А лечиться очень просто Нужно только дождаться полнолуния И сделать так, чтобы лунный диск Отразился на дне медной кастрюли И она тотчас поправится Ух, как хорошо Как раз сегодня у нас полнолуние Я вчера ночью в окошко смотрел и мечтал Подумал, что завтра луна станет большой и круглой, как головка сыра И наступит полнолуние А так ей будто одной маленькой дольки не хватает И луна неполная Так это же просто замечательно Не придется долго ждать Вот нам повезло Сегодня нужно непременно вылечить бабушку медную кастрюлю Но меня вот что тревожит Сейчас у нас день, правильно? А нам нужно дождаться ночи И если я вернусь домой так поздно То мама с папой будут переживать К тому же я школу пропущу А это совсем плохо У нас сегодня контрольная по математике Ну, это не беда, Веснушка Я ж не простой чайник, а волшебный И перемещаться могу не только в пространстве Но и во времени Поэтому мы сейчас дождемся темноты Вылечим бабулю А потом вернемся домой ровно в ту же минуту В которую мы из дома исчезли Никто и не заметит твоего отсутствия Ты даже в школу не опоздаешь Точно! Я совсем забыла об этом твоем свойстве Ну что, пойдем пока в лес прогуляемся О, смотри, Веснушка С темнело уже Луна какая огромная, таинственная Будто и вправду волшебная Неудивительно, что с ее помощью можно творить чудеса Да, луна большая и круглая Пора звать бабушку медную кастрюлю Пока облачка не набежали Бабулечка, это мы, Веснушка и Кипитоша Пойдем с нами прогуляемся На улице такая чудесная ночь Поздно уже Мне почевать пора Ну ладно, ну ладно Ну почему бы и не прогуляться перед сном Крепче спать буду И сны хорошие приснятся Ну пойдемте, пойдемте Только недалеко На лужок, не дальше Мы далеко и не пойдем Иди, иди сюда Тут вон как светло Все видно, будто день на дворе Погляди на луну Она сегодня такая прекрасная Ой, только осторожно, не споткнись Тут коряга Бабушка Ой, внучок Ой, внучок Не доглядел, я что-то споткнулась Подай руку, Кипитошин Помоги подняться Вот так Хорошо, что ничего не повредило Даже бока не помяла А то пришлось бы к лекарю Среди ночи бежать Ты слышал Она назвала тебя внучком Бабушка-медная кастрюля Вы узнали Кипитошу? А меня узнаете? Кто я? Конечно узнаю Веснушечка А почему бы мне тебя не узнать? Я еще не такая старая Ходить мне, конечно, тяжеловато Одной, да еще ночью Но своих дорогих детствах Я всегда узнаю Бабуля, а ты все помнишь? И котелка Василия И как варенье варить? Ну, конечно Забегал Василек ко мне на днях Правда, речи какие-то странные вел Узнаю я его Или не узнаю? Что-то я Тогда, по-моему, и вправду Его не признала Это сейчас я Знаю, что это Василий был А тогда не смогла Его вспомнить Будто провал в памяти Случился Но из-за чего? Бабушка Медная Кастрюля Вы не расстраивайтесь Главное, что вы теперь все помните Вот, вот она что вспомнила Заснула я вчера на полке Как обычно На своем месте А ночью мыши расшалились Я и шикнула на них Прикрикнула Но не дают спать Негодники Решила погонять их метлой Да я ступилась Темнота же у меня на кухне ночью Хоть глаз кали А очнулась утром На полу Васенька меня и разбудил Ой, недоразумение Какое вышло А Вася нам все рассказал И мы примчались тебя выручать А то сезон варенья-то не за горами Ты должна успеть поправиться И быть в лучшей форме Ну, ты точно вспомнила Как варенье варить? Ну, конечно, внучок Чтобы сварить самое вкусное варенье Одних фруктов, ягод и сахара мало Нужна обязательно медная кастрюля Да не простая А знающая специальные заговоры Меня им моя бабка научила Они у нас из поколения в поколение передаются Вот здорово! Теперь мы будем с вареньем Но главное, бабулечка, медная кастрюля Что все неприятности уже позади Ну что, Кипятош, не пора ли нам домой? Веснушка, хватайся за ручку Гори огонь! Кипи вода! Неси скорее нас туда! Ой, я так переволновалась за бабушку медную кастрюлю, что даже варенье не хочется Ну-ну-ну, Веснушка, все хорошо, что хорошо кончается Скушай вот одну сахарную ягодку, хлебни чайку и беги, собирайся Ты в школу опаздываешь Ну ладно, уговорил Эх, все-таки здорово, когда есть кому прийти к тебе на помощь Новые приключения Веснушки и Кипятоши Продолжение следует